приветствую вас дорогие мои любительницы повышивать на канале креативные вышивки меня зовут жанна и я очень люблю вышивать крестиком вы часто особенно в последнее время когда я делаю короткие ролики но относительно короткие конечно да по 12-15 минут вы видимо очень скучаете по нашим с вами часовым и полутора часовым и даже двухчасовым болталкам поэтому я решила это видео сделать легким оторванным от изображения вы можете спокойно сидеть вышивать не смотреть на экран но какие-то картинки относящиеся к вышивке крестиком конечно я буду вставлять вам вы можете спокойно расслабленно повышевать сегодня мы с вами будем разговаривать в аудио формате такой радио формат и видео я постараюсь сделать ну минут на 20 на 30 как минимум давайте с вами рассмотрим портрет начинающей вышивальщицы кто она портрет начинающего вышивальщика или вышивальщицы не привязан к какому либо возрасту это может быть и 12-летняя девочка и 18-летняя девушка и 30-летняя девушка женщина да женщиной которым уже за 40 у которых дети выросли и хочется найти себя хочется занять свои руки создавать что-то прекрасное и такая девочка девушка женщина уже наверняка что-то пробовала ну возможно что-то клеила собирала стразы на картинке как называют алмазная вышивка да ну к вышивке конечно же это не имеет никакого отношения абсолютно это просто квадратики которые вы приклеиваете и издалека за счет пиксельности ощущения крестика да но на самом деле мы знаем что это никакая не вышивка хотя тоже приятное конечно время препровождения каков же он этот самый портрет это человек который хочет занять свои руки хочет как-то ментально развиваться хочет чем-то увлекаться и на пути такого человека таким человеком каждый из нас вами была я в том числе встречается нежданно-негаданно вышивка крестом я уже написала очень коротенькую статейку на яндекс дзене ссылку вы найдете в моем сообществе на моем канале переходите во вкладочку там есть ссылка я очень кратко рассказывала как же вышивка нашла меня я не стремилась себя конкретно занять в этой жизни у меня не было необходимости до вышивать крестом у меня была работа очень много работы у меня работа была творческая и мне некогда было еще искать себе какое-то увлечение но когда ваша жизнь меняется в данном случае у меня мне пришлось переехать я конечно же этого ужасно не хотела от меня это не зависело вообще когда я переехала в санкт-петербург конечно же я уволилась с работы но вы понимаете меня никто там несколько лет ждать не будет пока я вернусь я не знала на какой период я уезжаю может быть насовсем может быть на пять лет может быть на один год неизвестно конечно же вы скажете это не другая страна это всего лишь сел на сапсан пару часов и ты в санкт-петербурге но все-таки я была оторвана от своего круга общения от своих подруг сейчас конечно же все удивятся и скажут но мы прекрасно общаемся с другими странами мы общаемся там по ватсапу по телеграмму в то время когда я переезжала это был 2011 год никаких вот сапов никаких телеграммов не было ничего вы могли либо позвонить живой звонок до который стоит безумно дорого особенно междугородний либо написать на почту либо сидеть в компьютере в интернете и по аськи переписываться но я аську как таковую вот этот чат не любила у меня его по моему даже не было и ну вы понимаете да круг сужается вы не можете часами разговаривать с подругами потому что это дорого переписываться именно по почте ну да такие моменты были действительно мы писали друг другу письма по почте по почте я имею ввиду не только куда ножками надо прийти марку наклеить да а тоже через интернет но все же это было не очень удобно и не своевременно практически сразу же ну может быть месяц прошел и я увлеклась вышивкой крестом рядом был торговый центр мы пошли туда с мужем но не заходили конкретно в этот рукодельный магазинчик просто вы знаете да что магазинчики они все стеклянные вы проходите и видите что же там такое им вот проходя просто мимо я даже сделала несколько шагов назад заглянула вглубь этого магазинчика и увидела у стойки кассира на стене развешанные наборы как я сейчас уже понимаю это была вышивка крестиком от производителя алиса конечно же там сбоку висели на напечатанном фоне вышивка крестик там какие-то поля березки вот мы зашли посмотрели сразу же конечно ничего не купили я это дома обмозговала потому что на меня это произвело такое невероятное впечатление что я вернулась туда и купила себе набор для вышивки синички и черешня от как я уже сказала выше производителя алиса вот с этого момента мое хобби и началось и давайте таким образом завершим портрет начинающей рукодельницы и рукодельника здесь нельзя говорить о возрасте возраст может быть абсолютно разный когда я начала вышивать мне был тридцать один год практически сразу то может быть спустя полгода а я начала вести свой канал вышивка крестиком мне очень было грустно скучно и мне хотелось найти и единомышленников я уж не говорю о рукодельных подругах на тот момент мне просто хотелось найти единомышленников поэтому возраста здесь не принципиален человек может проживать абсолютно в любом городе иметь разный достаток иметь разную профессию кто-то врач кто-то медсестра кто-то психолог кто-то художник кто-то кассир в магазине да ну допустим вот вспомните историю алина рукоделия который нам рассказывал о том что вышивку вышивку крестиком она влюбилась когда пришла работать непосредственно в рукодельный магазин не тогда когда она показывала нам влоги где она устроилась на работу в швейный магазин и показывала машинки швейные да а непосредственно рукодельный магазинчик где на данный момент нам кажется это доисторические схемы для вышивки вот эти где схемы для вышивки были обрамлены конечно же в наборы в большей степени они были похожи на такие рулончики вот вы разматываете этот рулончик как постер а на нем напечатана схема для вышивки крестом и я очень помню хорошо ее рассказ когда она смотрела на эти схемы и в конечном итоге влюбилась вышивку крестиком и даже на канале показывала эти уже на сегодняшний день старинные схемы для вышивки ну это ретро возможно мы к этому конечно вернемся и такие схемы для вышивки будут впоследствии с дорого стоить как мне кажется а вот потому что это интересно на это посмотреть всегда такой винтаж он привлекает конечно же внимание и так давайте сейчас с вами поговорим о пяти причинах начать вышивать ну одну из причин я уже сказала это когда вы теряете себя в социуме да и а пытаетесь как-то себя изнутри заполнить ту полость ту пустоту которая образовалась и вот вышивка крестом она действительно плавно туда вливается и заполняет все пространство и так давайте я вам расскажу о причинах для того чтобы начать вышивать я знаю некоторых девочек мне это было безумно приятно и неожиданно которые писали мне о том что а я не вышиваю я просто там вижу или шью я просто смотрю ваши видео о вышивке вы знаете это вообще дорогого стоит может быть вы дорогие мои все-таки начнете вышивать я вас завлеку в этот прекрасный мир рукоделия итак первая причина это возможность делать эксклюзивные и нестандартные подарки своими руками особенно если вы любите делать подарки что это может быть что можно делать и что можно дарить это вышитые подушки открытки слюнявчики помните я вам показывала слюнявчики на своем канале вышивка на одежде помните мою одежду вышитую до крестиком сумки косметички мешочки для белья ну и конечно же картины в интерьер которые более распространенные среди наших вышивальщиц может быть я неправильную статистику приведу но мне кажется 80 процентов вышивальщиц это именно те вышивальщицы которые делают вышивают картины в интерьер ведь такого нигде купить будет нельзя а если можно то стоить это будет очень и очень дорого если вы придете в сувенирный магазин и магазин ручной работой купить какой-то эксклюзивный подарок обратите внимание что такие вещи стоят очень и очень дорого и вышитые крестики в том числе конечно же это тоже дорогое удовольствие почему бы самим не сделать эту красоту своими руками а вторая причина начать вышивать это украшение своего дома интерьера уникальными вещами этот пункт он конечно же очень пересекается с первой причиной но здесь вы обращены не на подарки а на украшение именно своего любимого места там где вы живете своей маленькой квартирке или большого дома у кого что только у вышивальщица дома как в картинной галерее вы обратили внимание особенно у тех кто не складывает свои вышивки в рулончики не скатывает их а с большим удовольствием оформляет я в вашем числе допустим картины в рамах вышитые часы подушки до которые я указывала в первом пункте скатерти но и также шикарная елка шикарной елки у меня пока что нет я очень люблю в интернете рассматривать красивые елки украшенные вышитыми елочными украшениями или сшитыми это не обязательно вышивка это могут быть такие маленькие фетровые игрушки или тканевые игрушки которые сделаны непосредственно своими руками это дорогого стоит вот это точно пройдет через несколько поколений и ваши даже уверенно в этом правнуки будут доставать эту коробочку и украшать елочную елку да елочную экспозицию это же не обязательно елку это же можно на гвоздик на ручку повесить что-то где-то украсить так точечно это очень-очень интересно привлекательно увлекательно сам процесс до украшения елки и я мечтаю что такая елка у меня тоже когда-нибудь появится и так дальше третья причина начать вышивать как мне кажется это успокоение нервной системы ведь на кончиков пальцев находятся нервные окончания которые достаточно благотворно влияют на наш с вами мозг и это не только создание красоты ведь работа по окончанию может не понравится мы ее можем выбросить да у меня есть такие работы я непосредственно говорю о себе я не буду сейчас упоминать какие-то неприятные события кто со мной давно на канале тот как бы в принципе приблизительно понимает о чем я говорю и я в один не очень хороший действительно отвратительный период в своей жизни вышивала несколько наборов и получились они неплохо я люблю все-таки свои работы оформлять но эти вышивки пролежали долгий период времени в ящике стола и каждый раз когда мне нужно было туда залезть и что-то взять я натыкалась на эти работы у меня тогда не было конечно никакого ролла для вышивок да они просто вот были вот так вот лежали аккуратненько расправленные не скатанные и когда я их видела я сразу вспоминала эти неприятные события трагичные для меня и я постоянно после этого ходила в плохом настроении это в лучшем случае в худшем конечно же плакала переживала портила своим внешним видом всем другим настроение и поэтому я эти работы безжалостно выбросила правильно ли я сделала ну наверное да на тот момент мне так казалось и когда я с ними рассталась я их выбросила мне стало действительно легче но они действительно в тот момент когда я вышивала успокаивали мою нервную систему вот и все но вышивки были выброшены четвертая причина это поднятие самооценки я умею я сумела я вышила это красиво это звучит как лозунг действительно для того чтобы поднимать свою самооценку ведь сделанная вашими руками эксклюзивная работа она поднимает самооценку но не только в ваших глазах но и глазах окружающих до вызывая восхищение ну допустим когда у вас дома есть персональная выставка у каждой из нас есть такая выставка меня она есть тот же доктор который приходил и был удивлен не понял сразу что это вышивка крестиком потом мастера которые приходили два года назад собирали кухню когда они были мне кажется шокированные от вида мон и лиза до батыро да я застала одного из них который фотографировал мою работу но я не знаю для чего возможно посмеяться в хорошем понимании до этого слова для них она показалась смешной а может быть удивление они работ батыро никогда не видели а еще одна причина начать вышивать это дополнительный заработок но не каждая из нас конечно же пытается или даже хочет зарабатывать на вышивке потому что этот труд на сегодняшний день мы не оценен настолько насколько нужно было бы его оценивать это очень очень кропотливая работа ну что мне вам рассказывать вы прекрасно знаете что одна вышивка даже небольшого размера может вышиваться более одного месяца среднего размера от 3 до 9 месяцев да и большие работы здесь вообще до бесконечности люди вышивают такие работы годами кто-то вышивает 10 лет кто-то одну работу многоцветку вышивает 6 лет 5 лет у кого колоссальная скорость и один процесс в работе ну такую работу может быть два-три года вышивает но все равно здесь идут исчисления на годы и поэтому многие не спешат зарабатывать на вышивке зарабатывают наверное только самые ловкие и самые быстрые те кто без сожаления может расстаться с теми крестиками которые были сделаны не для себя для тех кто вышивает достаточно быстро кто может небольшого размера работу вышить за месяц среднего за пару месяцев до у кого колоссальная скорость я конечно же такой скоростью не отличаюсь значит что даст дополнительный заработок он позволит вам зарабатывать если особенно вы умеете что-то еще ну например умеете шить и вязать а как же это относится к вышивке крестиком вы просто делаете коллаборацию этих видов рукоделия допустим вы вышили обшили как бы обвязали у вас получилась салфетка вышитая крестом на самом деле сейчас это очень модно очень популярно востребовано это не считается чем-то таким бабушкиным или непристойным сейчас очень моден стиль особенно ретро это действительно актуально дальше что можно где еще можно применить вышивку крестиком вы вышиваете небольшие элементы и делаете например одеяло до в определенной технике очень красивые различные есть одеяло полностью сшитые рукодельницей где есть элементы вышивки крестиком ну или гладью неважно это же тоже вышивка дальше допустим тот же вышитый маленький мужской платок конверт для выписки младенца где вы на треугольничке делаете эту самую вышивку крестиком также очень большой популярностью пользуются метрики но я думаю что вы об этом знаете да каждая вторая хочет видеть метрику кто-то вешает эту метрику ну просто виде постера с пяточками младенца и пишется число но те кто более современные да и видели хотя бы вышивку крестиком а хоть раз своей жизни даже не вышивая захотели такую вышитую метрику для своего младенца там уже как бы пяточки эти не приклеиваются да хотя все возможно в багетной мастерской можно совместить абсолютно все прописывается время рождения место рождения день год рождения вес рост даже у меня есть такая метрика очень красивая ну соответственно тоже от любимой моей компании boffitt reds я выбрала ноев ковчег на который взбираются разные зверюшки парами да и там подписана вся необходимая информация так что метрика она пользуется популярностью дальше ростомеры да для детей особенно когда детки маленькие но такой ростомер лучше конечно же вовремя сшить вышить повесить потому что он необходим ну лет до шести наверное максимум потом это как бы уже не актуально оставляется на память на нем делаются уже зарубочки и на этом ростомере тоже красивые зверюшки вместе с линеечкой полностью расшиваются это такая штучка который вы вешаете в детской комнате она действительно очень радует но и новогодние игрушки которые я упоминала ранее они тоже пользуются популярностью если я когда-нибудь увижу в продаже рукодельную такую игрушку я подчеркиваю неважно вышитая она будет крестом сшитая из фетра или просто из ткани если она мне ужасно понравится да то это ну это игрушка которая не продается в массовом порядке да вот в обычном магазине в каком-нибудь там как мы встречаем где пластиковые елочные игрушки продаются такие дешевые да нет именно эксклюзивно если она мне понравится я обязательно куплю обязательно поэтому игрушки они тоже пользуются популярностью что для этого нужно чтобы заниматься этим конечно же желание и много свободного времени для этого у вас должно быть столько времени чтобы вы понимали что это основная ваша работа основной вид деятельности для того чтобы на этом действительно зарабатывать возможно вы мне подскажете другие виды заработка как же на ней можно зарабатывать а сейчас мы поговорим с вами об ошибках начинающих вышивальщиц у меня уже есть несколько роликов на эту тему но в разных видах в одном ролике я показывала примеры работ начинающих рукодельниц периодически получаю много от вас вопросов и желание посоветоваться со мной поэтому я решила объединить еще раз все эти проблемы с которыми сталкивается новичок какие ошибки он совершает и что нужно сделать для того чтобы их не было но в первую первую очередь услышать их и так давайте разберем с вами эти ошибки сейчас будет говорится не критика а просто я буду давать вам советы как эти ошибки можно избежать итак первая ошибка это выбор очень большой работы большая работа на самом деле не самый лучший вариант такая работа будет вышиваться годами а вы так и не увидите результата маленькая работа хороша тем что это некая тренировка первый блин комом набор тренажер как я дала ему определение то есть вы на нем тренируетесь на котором вы попробуйте вышивать научитесь чувствовать ткань укладывать нитки с нужным натяжением нити в кресте красиво вышивать крестики и в дальнейшем вы уже поймете какой производитель и какой сюжет все-таки по душе поэтому я советую при самом-самом начале своей деятельности да когда вы хотите только попробовать не берите большую работу даже если вам кажется что вышить ее быстро это обмен обманчивое на самом деле ощущение вышиваться она будет очень очень долго возьмите маленькую повышивайте просто потренируйтесь делать крестики а потом вкус он приходит во время еды потом вы уже поймете что же на самом деле вам нравится вот даже тот набор синички и черешни я бы не сказала что он большой даже сейчас спустя годы я понимаю что это несоразмерно для начинающей вышивальщицы как по мне я бы сама себе вот тогда в те годы посоветовала бы взять что-то поменьше и действительно спустя годы я понимаю что это не мой сюжет не мой размер не мой производитель абсолютно хотя алиса хороший производитель с яркими прекрасными нитками с хороший конвой в наборе да с хорошей комплектации с удобным органайзером это действительно факт и давайте поговорим об ошибке номер два это выбор неправильного размера ткани я сейчас буду пытаться вам в хронологическом порядке рассказывать если вы самостоятельно подбираете материалы которые необходимы для вышивки то вот обратите внимание на эту ошибку в схеме вы видите например размер готовой работы 20 на 20 сантиметров это не значит что канва должна быть этого размера это только вышитый обратите внимание вышитый участок еще необходимы поля за которые мы будем канву натягивать при вышивке а потом и оформлять в багет некоторым работам необходим еще и воздух такое пространство ткани которая не зашита но оно должно быть у работы чтобы не было ощущения рамок стеснения игра и вот неких границ при оформлении потому что порой бывает так что оформление и вот этот воздух он больше чем сам вышитый фрагмент третья ошибка это разметка канвы обычными карандашами или средствами для швей которые не предполагают смывание то есть даже если маркер у вас специальный и он смывается или исчезает то и его не используйте для цветной канвы он подойдет для белой канвы на других могут остаться желтые следы особенно когда работа долго вышивается этот пункт я особенно хочу для вас подчеркнуть вот этот раз про разметку да я вам рассказывала потому что это было испробовано на собственном опыте путем ошибок у меня была работа достаточно дорогой набор даже в те времена от буффит reds где голубую канву я разметила специальным маркером да как мне казалось на тот момент достаточно дорогим который предназначен непосредственно для вышивки крестиком он голубого такого нежно-голубого цвета ну все вы прекрасно знаете этих производителей да эти маркеры и вот я расчертила полностью эту работу на клеточке вышивала я ее недолго сразу опережаю вопросы то есть годами она мне не лежала буквально может быть месяца полтора а приблизительно до вышивалась эта работа и когда я ее постирала вы не представляете что со мной было в местах пересечения то есть вот представляете работу да это как вот решеточка а вот все эти места полностью выстирались в грязно-белый цвет то есть маркер сошел он просто напросто съел у меня цвет канвы и работа у меня получилось такое особенно у меня было не зашитое небо там были облака и работа получилась вся в клеточку мне пришлось зашивать полностью весь фон в одну ниточку как бы изображая имитацию неба то есть голубым цветом я где вот этот маркер не отстирался полностью все зашивала при близком рассмотрении если прям вот так носом уткнуться конечно же это видно я все равно оформила эту работу я максимально постаралась исправить эти ошибки но в будущем я уже такие ошибки не совершала если я использовала маркер то я ставила на пересечении только точечки и старалась маркер в принципе использовать только на белый канве потому что даже на белый канве этот маркер остается желтыми точками второй раз пытаетесь отстирать но уже что-то сходит а что-то нет поэтому если вы любите такие маркеры то ставьте точечки следующая ошибка четвертая это крестики в разные стороны конечно же такие ошибки не совершают рукодельницы которые вышивают годами но начинающие рукодельницы делают эти крестики в разные стороны и я не исключение нет нет ни в коем случае у меня тоже такие крестики были когда я вышивала и смотрела с таким удовольствием на свою работу разглядывал ее под разными углами я сейчас рассказываю про самые первые свои вышивки да я думала боже какая красота как красиво какая я молодец но спустя какое-то время когда опыт наработался да я смотрела и думаю господи куда смотрели мои глаза почему я не видела эти крестики кривые в разные стороны и каким образом они у меня шились в разные стороны тоже непонятно но вот как-то вот появлялись они на моей работе то есть вы не соблюдаете наклон чтобы все крестики у вас все-таки ложились одинаково делайте сначала полукрест в одну сторону а потом закрывайте верхнем стежком тогда у вас быстрее наработается верное правило делать крестики в одну сторону то есть соблюдать наклон верхние стежки должны смотреть все в одну сторону конечно же исключением является полукрест на работе если производителем он указан в определенную сторону для эффекта вышиваемого предмета или элемента например падает тень вот обратите внимание когда вы вышиваете что-то но вот к примеру да стоит яблочко возьмем такой маленький небольшой пример на этой вышивке еще у него есть тень и она вышита полукрестом и эти полукресты стоят смотрят в другую сторону тогда да но если все на работе вышивается полным крестиком то смотрите чтобы эти крестики смотрели в одну сторону пятая ошибка это длинные протяжки бывают что крестики вышиваются далеко друг от друга да еще на незашитом фоне при неправильных протяжках и тугих закрепках работа может как бы стянуться вот в этих местах где вы их делали или сильно просвечиваться через ткани но в большинстве случаев конечно же она просвечивается особенно когда эта работа оформляется в таком случае группы крестиков нужно сократить закреплять каждый отдельно но не делайте огромную протяжку как бы проходя 10 15 20 сантиметров к другому углу канвы сделайте это группами если в одном месте на расстоянии пяти сантиметров сосредоточена группа крестиков выполните ее закрепите нить и уже в другом месте делаете вот эти крестики нить не должна провисать или быть сильно перетянутой потому что может быть перекос или множество перекосов до что образует эту стянутость о которой я говорила все-таки работу багетчик будет потом натягивать и это конечно может повредить эти стянутые крестики еще один немаловажный пункт это обрезка канвы под раму допустим вы вышли свою первую работу и не дожидаясь решили самостоятельно оформить ее в рамочку которая попалась вам под руку и вы обрезали ее вплотную чтобы вышивка как бы встала до под стекло и задник закрылся так делать нельзя эту работу в будущем с воздухом вы уже не переоформить да она у вас такая останется в этой рамочке или просто-напросто вы ее выбросите пусть будут лучше лишние края которые при оформлении багетчик загонит под задник а когда полностью вы обрезаете края но здесь вы уже ничего не сделаете и воздух работе подарить не сможете ну и оформить и конечно же натянуть тоже будет очень и очень проблематично так что вот такое вот было видео обязательно будут еще такие долгоиграющие видео в аудио формате для того чтобы вы спокойно повышевали мы с вами поболтали если у вас есть еще какие-то замечания может быть вы знаете еще о каких-то ошибках которые возможно совершали вы и вы так больше не делаете то обязательно напишите мы дополним этот список и в следующих видео укажем их расскажем начинающим как и что не стоит делать также у меня накопились от вас вопросы эти вопросы я обязательно зачитаю и на все отвечу а на этом я буду заканчивать увидимся дорогие мои услышимся в моих новых видео роликах до новых встреч дорогие друзья